Число людей, получающих государственные услуги, оказываемые полицией, постоянно растет. Растет и число пользователей портала государственных услуг госуслуги.ру. Например, в отделе ГИБДД в Больших Веземах для граждан, записавшихся на прием через этот сайт, даже выделен специальный день – среда. Записавшись заранее через интернет, можно, например, практически без очереди зарегистрировать автомобиль или заменить водительское удостоверение. Среди других преимуществ пользования порталом – сокращение срока предоставления услуг, снижение финансовых издержек, исключение бюрократической волокиты. Например, справку об отсутствии судимости или прекращении уголовного преследования вполне реально получить уже через 7 дней, хотя стандартный срок ее подготовки – месяц с момента регистрации заявления. Этот документ необходим при устройстве на работу в организации, работающей с детьми и некоторые госструктуры, при получении виз для въезда в ряд стран или, например, разрешении на покупку гражданского оружия. Еще одна востребованная услуга – добровольная дактилоскопическая регистрация граждан России. В Одинцовском управлении полиции получить ее могут только жители нашего района. Процедура эта бесплатна и пройти ее максимально быстро можно также через портал госуслуги.ру. Данная услуга может понадобиться человеку в том случае, если работодатель, который работает с какими-то материальными ценностями, направит своего сотрудника для проведения данной добровольной дактилоскопической регистрации. Не так давно в состав Министерства внутренних дел вернулись подразделения, занимающиеся паспортно-визовой и миграционной работой. Одновременно пополнился и перечень государственных услуг, оказываемых населению полицией. Сегодня именно полиция курирует регистрацию и снятие с учета граждан по месту жительства и месту пребывания, оформление российских и загранпаспортов. В Межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская особо подчеркивают, что и эти новые услуги быстрее и проще получать в электронном виде, используя единый государственный портал. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.